Всем привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сразу прошу прощения за то, что я сегодня снимаю без микрофона, потому что у меня постоянно, когда подключен микрофон, вырубается вот аппарат, запись остановлена. Если честно, я уже устала за сегодняшний день, я уже наслепну скоро от этих ламп, но прошу прощения за неудобства, это уже пятый микрофон, который я на сегодняшний день поменяла. Ну, что-то с моим Canon, у меня Canon 70D, что-то не то, то матрица перегревается, в общем, ремонт надо отдавать, поэтому заранее извиняюсь, постараюсь там подкорректировать что-то в редакторе, ну, надеюсь на более-менее сносный звук, а потом уже буду решать проблему. И сегодня хочу вам показать те покупки, которые наконец-то до меня дошли, и на самом деле здесь было очень-очень много долгожданных покупок, и самые такие долгожданные я уже показала в предыдущем видео во влоге, но я знала, что его посмотрит очень мало народу, поэтому в это видео я тоже потом дублирую, и вы сможете посмотреть, о чем я там говорила, если вы подписаны только ради именно покупок с сайта Алиэкспресс, поэтому если вам интересно, то давайте приступим. И первое, что я вам хочу показать, это вот такие вот холсты, я заказала три штуки, чтобы повесить, у меня здесь зеленая стена, я показывала в одном из влогов, и почему-то мне показалось, что именно в таких оттенках холсты будут очень красиво смотреться на такой стене, я хочу под них купить черную рамку, и черные рамки, да, и я немножко не подрассчитала, почему-то я думала, что я заказывала А4, но это формат побольше, по-моему, А3, поэтому, соответственно, вот в своем городе на А3 я пока не смогла найти те рамки, которые я хочу, но, возможно, куплю просто деревянный белый и покрашу их в черный цвет. Первый холст выглядит вот так вот, качество у них просто-просто супер, печать отличная, не знаю, как они это делают, это, наверное, печать все-таки, следующий выглядит вот так вот, очень качественно, ярко, никаких пикселей не видно, ничего, просто потрясающе, и вот, это мне больше всех понравилось, и тоже очень красиво вот смотрится именно на зеленой стене, ну, и на белой, конечно, тоже, но вот я выбрала именно для своей зеленой стены, поэтому ссылку вам оставлю в описании, размеры там можно выбрать, по-моему, от самых таких маленьких до вот таких огромных, вы можете хоть на всю стену их повесить, но, соответственно, и от этого будет меняться, варьироваться цена от, где-то, наверное, 2 евро до 22, но вот эти вот вышли, каждый холст около 4 евро, но я считаю, что, в принципе, недорого, это 12 евро 3 холста, плюс вот рамки там по 3 евро где-то будут, но зато это, знаете, такое долгосрочное перспективы было куплено, потому что я не собираюсь потом никуда убирать, а они будут здесь висеть постоянно, могу порекомендовать, и ссылку оставлю в описании. Далее хотела бы показать вам еще свою одну находку, это уже одежда, я в одном из видео, по-моему, в предпредыдущем, с покупками с сайта Алиэкспресс показывала вам костюм белый, вязанный такой, и могу сказать, я сейчас немножко как раз заострю на него внимание, потому что, на самом деле, я в шоке, я не ожидала, что он выдержит такую низкую температуру, ну, для Эстонии лично низкую, у нас довольно влажный климат, и даже минус 10 ощущается, как минус 16, а бывает и как минус 20, и я могу сказать, что вот этот костюм белый, я потом его подниму, покажу, но я вставлю фотографию, я в нем холода вообще абсолютно не чувствую, поэтому, ну, это настолько вот плотный он, что он даже ветер не пропускает, я рекомендую к нему присмотреться, но мне захотелось заказать еще один костюм, и я взяла себе вот нечто подобное, тоже здесь вот идут карманы, единственное, что он немножко потоньше, и в нем, конечно, холод минус 10, он уже ощутим. Я вообще заказывала себе черный цвет, но продавец мне написал, что черных нет в наличии, хотя я видела, что 499 штук еще осталось, не понимаю, почему они не хотят продавать, это уже не первый раз, поэтому я взяла вот такое кофейного цвета, не помню точно, идет там один размер или нет, потому что здесь нет бирки, но мне кажется, что у них one size, и этот костюм недостаточно большой, то есть это скорее всего даже, ну, если вы любите прям такие свободные вещи, то я могу порекомендовать, но он на мне слишком свободный, то есть как будто я просто не свой размер купила, и мне нужен, вот я S ношу, а это вот как будто M побольше, вот, но к качеству тоже никаких претензий нет, материал здесь приятный, это не синтетика, здесь какая-то смесь, и от синтетики я даже не знаю, что здесь есть, но он очень-очень приятный к телу, на него огромное количество классных отзывов, и я ко всем присоединяюсь. Вставлю фотографию, если у меня осталось, где я мерю его, или, ну, придется сделать ногу, но думаю, что найду время, и сделаю, чтобы вы примерно увидели, как это все дело выглядит, поэтому к качеству абсолютно нет никаких претензий, оно фабричное, ниток нигде не торчало, все идеально прошито, и ссылку на него оставлю в описании под видео. Ну, я как раз вот покажу вам вещи, которые меня, да, как я уже сказала, немного разочаровали, потому что продавец вроде бы и упаковал хорошо, но все равно, к сожалению, один олень пришел мне поврежденный, я бы сейчас заказала это, потому что, ну, действительно, смотрите, они очень-очень красивые, они, насколько я понимаю, керамические, и так как мы коллекционируем оленей, ну, у нас достаточно уже большая, наверное, коллекция, ну, знаете, в разных таких вариациях есть, и деревянные, и металлические, и каких только нет, я решила заказать вот этих двух, тем более у них очень красивый цвет, мне понравился, но, к сожалению, как вы видите, один олень пострадал очень сильно, от него, конечно, остались куски, и я не знаю, возможно ли это склеить, потому что есть моментами, где прям совсем маленькие такие кусочки, и, возможно, не получится, я тут же открыла спор и попросила вернуть хотя бы часть денег мне, потому что, ну, этот олень абсолютно целый, вот, на что продавец согласился и 11 долларов не вернул, это вот половина стоимости вот этого комплекта, были еще чисто золотые такие олени, и если кто-то любит в интерьере подобные вещи, то советую присмотреться, конечно, вы можете начать продавцу и попросить, чтобы он сделал упаковку, ну, более прочной, потому что, ну, вот, есть такие моменты, я еще, я не помню, выставляла ли я свой отзыв там на Алиэкспресс, ну, если что, выставлю, может быть, чтобы кого-то предостеречь, но в целом могу сказать, что по качеству эти олени просто превосходно сделаны, отличная детализация, и действительно очень красиво смотрятся в интерьере. И следующее, что я вам хочу показать тоже в виде оленей, это вешалки. Нужно было в ванной комнате поменять пару вешалок, и поэтому я стала присматривать что-то на Алиэкспресс, и чтобы примерно все было из одной оперы, пускай разных цветов, но примерно в одном стиле, я нашла вот такого красивого оленя, есть также слоны, носороги, там, в общем, все, что захотите, и также разных цветов. Единственное, видите, у него рога вообще отдельно, как бы, по составу было написано, что он сделан из смолы, но он действительно достаточно прочный, и опять же могу сказать, что детализация выполнена просто отлично, это действительно олень, который похож на оленя, у которого глаза там, где надо, и, в общем, классно, мне очень понравилось. У меня предыдущие вешалки, мои зеленого цвета, тоже, если не забуду, либо фотографии вставлю, либо, ну, пущу видео, которые я тоже могу вам порекомендовать, по-моему, на них тоже на 14 февраля будет скидка, и вы сможете сэкономить при их покупке, поэтому ссылку на те, но другие я обязательно оставлю в описании, если вам тоже такой стиль нравится, то именно к этим вешалкам я могу рекомендовать присмотреться. И давайте дальше я вам покажу несколько вещей, которые я показывала в предыдущем видео, там у меня был фен, наклейка на стену и проектор, и я думаю, что это как раз такие довольно значимые вещи, на которых вы можете сэкономить как раз к 14 февраля, в общем, фен выглядит вот так, я уже и показывала его и в инстаграм, и также выкладывала в свою группу в телеграм, я ссылку на нее оставлю снизу, и могу сказать, что я сейчас с огромным удовольствием пользуюсь, и думаю, как же я без него раньше жила, потому что просто отличная вещь, у него несколько режимов подачи воздуха, есть горячий, холодный, также есть ионизация, если я правильно говорю, потому что фенок я не особо разбираюсь, это какая-то, наверное, дочерняя, что ли, компания Xiaomi, точно не берусь утверждать, но они как-то вместе связаны, именно этот фен сделан при содействии там с музеем Ван Гога, ну, все это дело внутри выглядит вот так, вот, как видите, цвет очень красивый, здесь, в общем-то, лежит сам фен, вот это металл, и сама ручка пластиковая, он достаточно легкий, им очень легко работать, мне понравилось, что здесь есть вот такая насадка, ну, лично, я использую ее для объема, если он мне нужен, но читала где-то, что это для кудрявых волос, не буду спорить и ничего утверждать, потому что я использую именно вот для того, чтобы немножко продавать волосам объем, и вот такой простой, вот такая простая насадка направляющая, также есть коврик силиконовый, для того, чтобы вы могли положить, например, горячий фен, и ничего не спалить, не обжечь, и есть мешок для хранения этого же фена, например, можно его повесить в ванной комнате, тоже такого же цвета, и также в подарок мне продавец прислал сумку такую классную, там тоже какая-то картина вангога изображена, но я в предыдущем видео вроде бы вставляла фотку, даже, по-моему, так показывала, здесь тоже покажу, поэтому к фену вообще никаких нареканий нет, у него 1800 ватт, и приходит он сразу уже с европейской вилкой, если для кого-то это важно, ну, потому что если вы живете в России, в Эстонии, в таких странах, где обычно эти розетки, то вот имейте в виду, мне сразу пришел, я даже, по-моему, не выбирала, и могу сказать, что это очень-очень долгожданная и очень классная покупка, которую я тоже могу рекомендовать вам. И далее, как раз я еще рассказывала про проекторы, мы озадачились, чтобы в детскую комнату не покупать телевизор, но иногда надо посмотреть какие-то вот обучающие видео, или мы включаем там на проекторе YouTube, там поем песенки, тех же кукутиков, ну, и какие-то обучающие мультики, не хотелось покупать именно телевизор, чтобы не привязываться к одному месту, поэтому мы для детской комнаты решили выбрать именно проектор, и я нашла довольно бюджетный, в районе там 60-70 евро, и я уже тоже в предыдущем видео показала, как выглядит само изображение, я обязательно вставлю кусок видео, где вы сможете увидеть это все в динамике, потому что в статике, в принципе, в статике изображение очень хорошее, когда я фотографировала, но в динамике, конечно же, тоже. Единственное, что ему нужно достаточно темное помещение, для того, чтобы изображение было очень, ну не очень четким, но четким, сильно прям, вот таким, может быть, даже не знаю как, наверное, как у телевизора, нет, он не доберет, прям вот как у сейчас современных телевизоров, но приличное такое, и если в комнате создать такую атмосферу, то все отлично. У нас в гостиной висит тоже проектор, но подороже, где-то раз, может быть, в семь, и, конечно же, он немножко по-другому показывает, но вот этот вот, я считаю, для детской комнаты просто отличный вариант, проецируется на белую стенку, Лев доволен, мы туда подсоединили колонки, подключаем компьютер, если надо что-то с Ютуба, можно также подключить телевидение и смотреть любимые передачи и фильмы, в общем, все как захотите, ссылку на него еще раз оставлю в описании под видео, для своего качества он достаточно бюджетный, поэтому для детской комнаты, например, я тоже могу вам его порекомендовать. И, насколько вы знаете, скоро будет День влюбленных, и мне было бы очень интересно узнать от вас, вообще, как вы готовитесь к этому празднику, покупаете ли вы подарки заранее, или оставляете все на последний момент, либо вообще празднуете вы его, может быть, нет, потому что, ну, в моей семье мы особо не празднуем, но подарки всегда покупаем. И, кстати, День влюбленных это не только хороший праздник, но и также отличное время для того, чтобы устроить распродажу, что, в принципе, сделал сайт Алиэкспресс, как обычно, поэтому хочу вам сказать, что если у вас что-то интересное, желанное лежало в виш-листе, либо в корзине, то советую к этому товару присмотреться именно в тот момент распродажи, потому что, возможно, вы сможете хорошо сэкономить на этих товарах. Если вдруг вы решили все-таки покупать что-то на Алиэкспресс, это нужно делать правильно, с горячим кэшбэком от Letyshops, который будет увеличен с 8 по 10 февраля в 3 раза, то есть до 15%. И если вдруг вы не знаете, что такое кэшбэк, о чем я вообще говорю, то сейчас объясню. Кэшбэк – это часть суммы, которую возвращает вам Letyshops за ваши покупки. И вы просто переходите в магазин сайта Letyshops и за это вам начисляют процент назад. И что примечательно, как я уже сказала, в этот раз вы, например, вместо 200 рублей получите тройной кэшбэк, а это уже 600 рублей. Поэтому я предлагаю вам воспользоваться такой возможностью. то я обязательно ссылку на регистрацию оставлю в описании. Вы можете перейти и там, когда зарегистрируетесь, главная страница Letyshops уже активировать ваш тройной кэшбэк. Поэтому обязательно поторопитесь, потому что количество активаций… Еще одна моя находка это вот такой вот бесконтактный градусник, который приходит в таком чехле и сам градусник выглядит вот так. Я очень долго на самом деле выбирала, потому что возникла такая проблема, что ребенок совсем не дает мерить температуру, постоянно убегает, но в некоторых моментах это просто необходимо. Поэтому было решено вот купить бесконтактный градусник. Я очень много читала о них и читала много отзывов и мой выбор пал именно на этот. У него минимальная погрешность и это меня как раз заинтересовало, по крайней мере так было написано в отзывах. И вот здесь вот как раз эта погрешность обозначена, при какой температуре, какая она бывает. Сам градусник работает отлично, мы проверяли его на разных поверхностях и также сравнивали его с обычным градусником, ну то есть ставили себе, потом проверяли у себя же температуру и действительно отклонений либо не было, либо самые минимальные, что не критично. Здесь все очень просто, есть кнопка скан, сюда вы нажимаете и потом подносите ко лбу и вот он дает температуру. Указывает 36,7. Так что осталось тоже очень-очень довольна этой покупкой и вам рекомендую, ссылку оставлю в описании. И хочу также вам показать еще одну очень классную свою находку, это вот такие джинсы, довольно бюджетные для своего качества, как вы видите, здесь они без отделки, но это как бы сейчас все очень модно, а также в них идут две пуговицы, я сделала фотографии, как эти джинсы выглядят на мне. Как вы видите, все отлично, отлично прошито, то есть нигде никаких ниток, я даже ничего не обрезала, так что если попадется, это просто я не увидела. Вот такая фирма, не знаю, что это за фирма, они очень-очень удобны, вот размер М у них, как я понимаю, и мне очень понравились, они идут укороченные, поэтому их, конечно, лучше подворачивать и носить с высокой обувью, но по крайней мере, мне кажется, именно таким образом они наиболее удачно выглядят, и у продавца тоже на фотографиях нечто подобное. Цвет очень красивый, вот именно такое я хотела, поэтому тоже могу рекомендовать вам к ним присмотреться. И хочу вам показать еще одну просто мега удачную, находку, это вот такой кардхолдер, как вы видите, здесь написано джип, но по-моему, можно было выбрать любую гравировку, я просто не стала заморачиваться, можно, по-моему, было вписать свое имя и фамилию, это натуральная кожа, если я не сказала, и поближе все это дело выглядит вот так вот, обожаю именно этот тип кожи, потому что вещь со временем становится только лучше, ну то есть даже если он какой-то будет потом потрепанный через пару лет, это нисколько его не испортит, здесь внутри есть надпись какая-то, также здесь есть защита от, знаете, мошенников, чтобы с вашей карточки никто не смог совершить платеж, также отделение, я думаю, что сюда влезет около 20 карт, потому что в мой предыдущий чуть потоньше влезает 10, сюда вы можете класть наличные деньги, для меня это было тоже очень важно, потому что наличку тоже часто с собой ношу, но тем не менее я уже привыкла пользоваться именно такими кошельками, также с другой стороны здесь есть отделение для мелочи, что тоже было для меня достаточно важно, потому что очень часто бывает много центов, которые некуда положить, в общем, этой покупкой я осталась просто очень довольна и тоже могу вам порекомендовать.